МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За январь-май в Республике Казахстан произвели 88 тысяч 900 тонн соли. Это на 6,7% больше, чем годом ранее, сообщает интернет-портал НРДЖПРОМКИЗ. 99,9% выпуска белого золота сконцентрировано в Кызылардинской области. По итогам первого квартала местное производство перекрыло 88,7% спроса на соль. Экспортные поставки за январь-март выросли на 27,3%, до 39 400 тонн. Согласно сообщениям отечественно крупнейшей компании-производителя, завоевано 12% российского рынка соли. Также в прошлом году начаты поставки аральской соли в Азербайджан и ведется работа по началу поставок в Китай. Совокупный объем судного портфеля банка второго уровня Республики Казахстан к концу апреля 2018 года составил 13 триллионов 400 миллиардов тенге. За месяц отмечен небольшой рост, однако в годовой динамике кредитование заметно просело. Сразу минус 12,3%, посчитали аналитики Рэнкинг Кейзет. Примечательно, однако, что судный портфель сильнее сокращается у мелких банков. Казахстанцы предпочитают брать займы в надежных крупных финн-институтах. Так, из 16 банков второго уровня с долей от кредитного рынка больше 1%, в плюсе сразу 11. Удельный вес крупных банков составил уже 93,8% от судника. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. В то же время объем розничного кредитования банка второго уровня Республики Казахстан второй год подряд показывает стабильный рост. К концу апреля 2018 года объемы займов из лиц достигли 4 триллионов 700 миллиардов тенге. Это на 14% больше, чем годом ранее. Их доля от судного портфеля также выросла с 26,7% до 34,7%. До конца текущего года представят к реализации еще больше 200 объектов приватизации, сообщает пресс-служба Министерства финансов Республики Казахстан. За 5 месяцев 2018 года уже выставлены 82 объекта, из которых проданы 35. Сумма выручки составила 30 миллиардов 600 миллионов тенге. Кроме этого, принято решение о реорганизации и ликвидации по 19 объектам. Реализация 9 крупнейших компаний Фонда национального благосостояния Самрук Казына запланирована в 2019-2020 годах путем вывода на IPO СПО. Как отметили в Министерстве, в настоящее время продолжается реализация объектов второй волны приватизации, начатая с 2014 года в целях сокращения участия государства в экономике страны, поддержки частного сектора. За этот период из запланированных на реализацию почти 1200 объектов выставлен на продажу 741 объект, в том числе продано 645 на сумму 273 миллиарда тенге. При этом цена продажи реализованных объектов превышает их оценочную стоимость на 3,9%. По 282 объектам принято решение о реорганизации и ликвидации. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в ответ на действия США Россия рассматривает вариант введения дополнительных пошлин в отношении легковых автомобилей. По данным мэр, импорт в Россию из США легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, за январь-апрель составил 287,5 миллионов долларов. По итогам же 2017 года автотранспорта было поставлено на сумму 837 миллионов 200 тысяч долларов. Ущерб от кибератак на финансовые институты может в перспективе составить от 100 до 350 миллиардов долларов в год. Что будет подрывать прибыль банков и может даже угрожать финансовой стабильности в целом, предупреждает Международный валютный фонд. Об этом пишет РИА Новости. Директор-распорядитель фонда Кристин Лагард представила исследование фонда, в котором проанализированы недавние убытки от кибератак в 50 странах. При этом Лагард уточнила, что любые прогнозы делать сложно, поскольку широкомасштабных успешных кибератак на финансовую систему еще не было. Казахстанские мясокомбинаты только наполовину покрывают потребности внутреннего рынка. Своей продукции другую половину импортируют из дальнего и ближнего зарубежья. При этом загруженность отечественных предприятий составляет также половину их мощности. Казалось бы, парадокс. И рынок сбыта есть, и мощности позволяют, но не все так просто. Наши производители не выдерживают это зачастую конкуренции. Если у них нет устоящегося бренда, да и своих покупателей лояльных, то очень сложно зайти на этот рынок. Очень большая конкуренция с рынком таможенного союза в первую очередь, где исторически были большие перерабатывающие мощности. И самое опасное в том, что заходят продукции не самого лучшего качества, депингуя наших производителей, которые изначально планировали строить свой бизнес на продаже качественной продукции, мясной продукции. Да, вот они закрылись. Потому что продавали там деликатесы дорогие, 2-3 тысячи тенге за килограмм минимум. То есть если килограмм цены, если килограмм мяса стоит 1800-2 тысячи с половиной тенге, да, филе без костей, то колбаса должна стоить, соответственно, дороже. Но колбаса, вы знаете, стоит 600-800 тысяч тенге максимум. Что значит это? Это же чудес не бывает. Между тем, за пять месяцев текущего года предприятия мясной индустрии нарастили выпуск продукции почти на 20%. В основном увеличение отмечено в выпуске консервов сразу на 35,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, практически вся произведенная продукция остается на внутреннем рынке. На экспорт уходит лишь небольшая часть. Чего не скажешь о самом мясе. В целом необходимо отметить, что вот с 2014 года мы начали впервые выходить экспортом говядины в Российскую Федерацию. В целом в этом направлении работа активно идет. За прошлый год в целом экспортировано более 13 тысяч тонн местной продукции, в том числе более 5 тысяч тонн говядины. Сейчас вот, если смотреть статистику, более 3 тысяч тонн говядины в этом году уже за 4 месяца экспортировано. В целом увеличение идет. Особенно можно отметить даже переработанное мясо индейки. Вот сейчас активно идет от общего производства. Порядка 40% она экспортируется. Основно в Российскую Федерацию. В Казахстане на сегодняшний день в отрасли мясопереработки заняты 173 предприятия различных форм собственности. От индивидуальных предпринимателей и цехов до крупных мясокомбинатов. За прошлый год ими было произведено продукции на 207,5 миллиардов тень. И расти есть, куда отмечают эксперты, но для этого необходимы технологии и объемы производства. Когда у нас будет что показать, когда у нас будет современное предприятие, мы можем и в Японию продавать. Пожалуйста. Япония кушает конское мясо. Сырое, сашими делает. Она готова покупать филейную часть за 50 долларов за килограмм. Но нет таких предприятий у нас, которые соответствуют всем стандартам, большим. А чтобы построить такое предприятие, ты должен только эти дни и ночь этим заниматься. Не только для одного рынка Японии. Еще одним фактором, тормозящим продажу отечественных продуктов из мяса, маркетинговые исследования. Отечественные производители практически не уделяют этому аспекту внимания. Хотя, как отмечают эксперты, это одно из самых важных условий для роста продаж. К сожалению, маркетинг как таковой еще в зачастом состоянии, на мой взгляд, находится. В общем плане. То есть люди производить умеют, но продавать, это еще вот пережитки плановой экономики, они еще пока в головах есть. Я же произвел, почему не покупаете? Я же хороший производил продукцию. Но никто же об этом не знает, что она хорошая. Расскажи людям. Пока же стабильным спросом на рынке, причем как на внутреннем, так и на внешнем пользуются мясные консервы. За прошлый год отечественные предприятия нарастили экспорт такой продукции за рубеж. При этом импорт, в сравнении с 2016, снизился. А это говорит уже о предпочтениях граждан нашей страны, которые все чаще останавливают свой выбор именно на отечественной продукции. Продолжение следует...